Ассаляму алейкум! Работа кубар! Читайте салматы и сискали! Чтение Корана, живое исполнение нашидов, суры и священного писания создавали в этот день особую атмосферу духовности и единения. А в воздухе витали ароматы костра и готовящихся блюд. Одно из главных угощений вечера – плов. Это у нас основное блюдо, помощников у меня хватает человек пять. Блюда, да, разные, но основное, конечно, он всегда плов. Приглашенные делились пожеланиями счастливых дней, наполненных крепкой верой, молитвами, смирением и покаянием. Говорили о роли женщины в исламе, давали советы, как получить вознаграждение в месяц Рамадан. Звучали в адрес представительниц прекрасной половины и слова благодарности от мужчин. Есть такая известная фраза «За каждого великого мужчину и священного женщину». И в этот месяц, в этот священный месяц, конечно же, мужчина не смог бы полноценно провести этот месяц Рамадан без помощи женщины. Выступающие подчеркивали внешнюю и внутреннюю силу женской красоты. Говорили о том, что она – главный хранитель семейного очага. Как отметила советник муфти Айна Гамзатова, именно женщина – гарант стабильности для своей семьи. И очень важно, чтобы в душе каждой из них были покой и умиротворение. Это очень символично, что мы собрались в духовном центре. Нас объединяет он уже на протяжении нескольких лет. Рамадан тоже собирает всегда нас вместе. Поэтому я очень надеюсь на то, что это единение, оно будет облагораживать наши души, очищать их. А благородные души, вы знаете, в них всегда живет желание помогать друг другу, поддерживать друг друга. И я думаю, за счет таких людей держится Дагестан, Россия. И будет мир обязательно. Женщина – это источник силы для своей семьи. Я желаю, чтобы этот источник укреплялся, возвышался, был надежным. И чтобы от нее шли вот эти волны не только для ее семьи, но и для всех вокруг. Организатором этого благодатного вечера выступил отдел просвещения Примуфтияти Республики. Основная задача подобных мероприятий – объединение людей на принципах добра и милосердия в священный праздник. Мы объединили всех женщин Дагестана на Ифтар именно в духовном центре, который объединяет нас всех. Для женщин – это, во-первых, объединение, разделить любовь, дружбу, уважение друг к другу, показать, как мы любим и уважаем месяц Рамадан. Как мы любим Всевышнего Аллаха и как мы любим нашего хророка, алей-саляту-саляму. Рамадан объединяет, а еще собирает за одним столом представительниц разных профессий. Среди гостей республиканского маджилиса были и известные женщины-министры. Я хочу сказать искренне слова благодарности Фатима Адзайербековне, всему муфтияту, за то, что такая огромная работа проводится, для того, чтобы в нашей республике царили мир и согласие. Мир и согласие царили в каждой дагестанской семье. Вот огромная благодарность и за это сегодняшнее мероприятие, за необыкновенное тепло, которое создали люди, которые прежде всего здесь присутствуют. Конечно, это очень значимо в священную пятницу, в священный месяц Рамадан проводить такой республиканский женский маджилис. Он сближает, он сближает женщин, он дарит им радость, он давит им вдохновение, вдохновение на жизнь, вдохновение на того, чтобы расти детей. Он открывает душу, согревает душу. Поэтому эти мероприятия сближают людей, тем более в нашем сейчас тяжелое время. В этом году и вторые единства проходят на площадке духовного центра каждый день. И примечательно, что в большом графике мероприятий самому масштабному женскому маджилису было уделено отдельное и особое внимание. Малика Курбанова, Нурмагомед Магомедов, ННТ Махачкала.